В Израиле очень пестрое общество. Это понятно, потому что, можно сказать, народ складывается в течение последних ста лет. Люди приезжают из разных мест. Кажется, что это привозит свое. Поэтому неминуемые столкновения мыслей и идеи – это и в любом народе происходит. А здесь это особенно объяснимо. В какой-то степени создаётся новый народ. Это всмешивается. И поэтому, пока это всё не перемешается хорошо, будут какие-то противоречия. Надо сказать, особенно для нас, выходцев из Советского Союза в прошлом, то, что называется СНГ. Какие-то различные религиозные типы напрягают, настораживают. Это что-то необычное. Какое-то будет религиозное мракобесие. Ну, вот там есть религиозные люди, учёные, профессора. Это как бы нормально. У них есть что-то своё. А в целом они вполне современные люди. Поэтому у многих даже возникает искушение, практически доходит до политической платформы. изгнать этих религиозных мракобесов. Они задерживают развитие нашего общества, они превращают нашего общества в средневековое, в и отсталое. Ну, скажем так. Вообще, люди всегда гордятся своей терпимостью к другим категориям людей. Скажем, ну, скажем, есть вот, я уже не знаю, как правильно сказать, чернокожие выходцы из Африки, в Америке. Была большая борьба, чтобы как бы они пользовались своими равными правами. Нельзя их ущемлять. Выходцы из азианских стран. Нет. Человек, прежде всего, человек. Любой человек должен быть уважаемым. И мы это можем перенести на Израиль тоже. Даже вот те, которые отличаются передовыми, скажем, то, что называется либеральными взглядами, от них, казалось бы, прежде всего ожидается терпимое отношение к людям, которые не похожи на них, к инакомыслящим. Есть даже такие политические партии, которые отличаются просто, ну, какой-то враждебной пропагандой идеологией. Я не буду называть это, как бы, название этих партий. Ну, из числа из нас, как бы, из так называемых русских, какая-то непонятная нетерпимость. Вот. Прежде всего, в основном всего, люди, у которых есть свои мировоззрения. Да, они вам не нравятся, они, как бы, вам кажутся странными, непохожими. Но ведь разве не ожидается от нас, как от людей нормальных, желательно настроенных, прежде всего, уважать этих людей, скажем, они. Если они нападают на вас, атакуют, производят какое-то агрессивное действие, то, возможно, это должно вызывать противоборство. Они живут себе. Тем более, что понятно, что вот эти, так, знаете, вот в наших кругах иногда их называют шхурим, чёрные, да. Вот одеты в чёрные, в шляпы такие, всё. Очень часто это известный эффект неприязни к непохожим. Те на тебя не похожи. Но мы же снова нормальные люди. Мы же, как бы, способны понять, что в нас, говорит, какие-то, наоборот, какой-то, как бы, психологический элемент. Неприязни к тебе не похожи на тебя. Но разве наши современные люди стремятся к нивелировке всего общества? Все были бы однотипные, все были бы похожи. Можно изначально сказать, что разнообразие, оно интересно, оно обогащает. Так что это, как бы, тут надо отметить. И вот, скажем, так называемые чёрные, чернополые, с чёрными шляпами, они же не придумывают что-то. Как бы, вдруг сели, придумали, давайте насолим этим русским, насолим этим современным людям. Совершенно очевидно, что это какой-то пласт народа Израиля. Скажем, и в их консерватизме этот консерватизм вполне можно уважать. Потому что национальное наследие, культурное наследие, оно как бы неотъемлемо от консерватизма. Консервировать, сохранять, сохранение. Так что в этом смысле, наоборот, надо не только относиться терпимо, но и с уважением, что эти люди несут какие-то вещи, которые остальные уже не имеют и потеряли. Надо сказать так. Когда возникла идея того, что еврейский народ должен прощаться в страну Израиля, заселять её, кто был источником вот этого импульса, этой энергии? Как раз люди, которые учились в Яшиве, которые... Во-вторых, всё это записано. Если бы, скажем, тенденции секуляризма распространились в еврейском народе в 18-19 веке, ничего бы этого не осталось. Всем известны так называемые просвещенцы, и, скажем, известный лидер просвещенцев – это Моше Мендельсон, который в конце, скажем, 18-го века уже стал говорить, что мы, евреи, должны выйти из гетто, мы должны быть похожи на других людей, мы должны хранить свои какие-то национальные особенности, культурные особенности, но, с другой стороны, мы должны быть такие же, как и все остальные, то есть, имеется в виду, как немцы, говорить на их языке, учиться в их учебных заведениях. Но в какой-то момент это выглядело, как бы, идея очень прогрессивная и правильная, да? Сколько можно сидеть запертыми в гетто? Но понятно, что у этого процесса есть и своя страна – уход от традиции. И, как бы, то, что известно из истории – это не теория. Вот эта группа последователей Мендельсона, так называемых маскелин, они в первом уже поколении, многие из них хрестились, а в втором поколении, даже если не хрестились в первом поколении, ушли от каких-то принципов веры, все оставили, они утверждали, что нам не нужно ехать в Иерусалим. Берлин – это и есть Иерусалим. Потому что Иерусалим – это идея, это не конкретный город. Как бы, место, где человек может чувствовать свободно, выражать свои идеи и мысли – это и есть Иерусалим, да. Идея Иерусалима – это место, где человек, как бы, салим, шаном, вот, как бы, и все. И они говорили, Берлин – это… Берлин – это и есть как раз так. В то время Берлин, Германия было, скажем, местом всемирной цивилизации, 18-19 век, поэзия, музыка и все. Ну, понятно так было. Ну, вольного воля, никто им не прикажет, но последователей этих просвещенцев, вы их не найдете в Израиле. Потому что они давно уже ушли, они уже не там. Знаете, говорят, что в среднем Европе в 40% европейцев течет еврейская кровь. Ну, как бы, это красиво, хорошо. Но откуда это получилось? Потому что эти люди, которые ушли, они смешались. Да. Если мы говорим, что еврейская кровь, она, как бы, облагораживает, значит, вот, если внесли свою лепту в облагораживание немецкого народа или там, скажем, какого-то другого, талантского и прочее, прочее. Ну, в общем-то, это никто не ставит собой целью смешаться с другим народом, исчезнуть, чтобы облагородить его. А сам народ этот, вообще он не считает, что его облагородили, объявили его, отравили его, как, скажем, восстание этих национал-социалистов. Это было как раз восстание против того, что они чувствуют, что они теряют свою национальную германскую, тефтонскую идентичность, и они, вот, как бы, получают эту примесь чуждой им крови из Азии. Они, вот, как будто они не из Азии, ведь, на самом деле, так. Ну, это, не будем в это вдаваться. Поэтому понятно, что те люди, которые в 18-м и 19-м веке проявляли эти тенденции консерватизма, они потом стали плодородной почвой для того, чтобы вернуться в страну Израиля. Это одна из важных идей еврейской веры, что, находясь здесь, в этой земле, значит, у нас есть возможность контакта с Богом, да, и действительно быть Божьим народом, который несет какую-то благую весть всему миру, всему человечеству, только здесь, в земле. Ну, как бы, это отдельная теория, но она не отрывна от веры. И если человек консервативен, то, значит, вот, как бы, это, естественно, он несет, помнит это, и в какой-то момент, вот, как бы, вот эти люди сделали скачок. Правда, тут произошел какой-то очень болезненный процесс. В тот момент, когда возникла идея возвращения в Палестину, скажем, да, в Израиль, это не поддерживалось теми консервативными кругами, потому что так хорошо они законсервировались, что это была новая идея, да. Память – великая вещь. В какой-то момент, вот, какой-то, можно сказать, процесс расконсервирования не был подготовлен. И поэтому тут люди, которые уходили из, казалось бы, из тех же ешиев и из тех же кругов, в которых культивировалось как бы очень юристическое отношение к еврейской вере, они относились вначале подозрительно, а потом даже и враждебно к тем, кто проповедовали уезд в Палестину, да. Надо понимать. Вот тут возник какой-то напряг, да. Потому что действительно привыкли к тому, что мы ждем прихода Мессии, который нас выведет из рабства, да. И когда пришли люди и сказали, вот пришло время, скажем, Англия победила Турцию, и Англия, как страна как бы религиозная, она как бы признает право народа Израиля, написано в Библии, что народ Израиля должен жить в своей стране, это написано у всех порохов, все это самое. Это напугало эти круги. Это вроде бы как бы лжеменсианское движение. Поэтому здесь возник напряг. Кроме того, вот это, то, что называется движением сионизма, оно несло в себе два новых элемента, которые не соответствуют еврейской вере. Я бы сказал, первый элемент – это элемент социализма. Поскольку Европа в конце, скажем, середины XIX века, конец XIX века, начало XX века – это все всякого рода социалистические движения. Раскрепощение там вот структуры предыдущего общества, как бы власть капитала, да. Просто дело марксистское движение в разных его вариациях. Это как бы что-то новое, это как-то не связано, об этом ничего не написано. Всегда может, конечно, тарана занимается опекой бедных, защитой бедных, сирот и вдов и все, но не более того. Перестройство какое-то всего общества. Интересно, что действительно сионизм как движение в значительной степени был носителем и идей социализма. Перестройки общества. И это можно понять. Потому что Европа в того времени, особенно если мы говорим снова, когда стало возможным заселение, колонизация Палестины, это когда, интересно, было освобождение вот этой территории, которая была частью Атаманской империи и захват Британии в ходе Первой мировой войны в 1917 году. На эта цифра нам очень много говорит о 1917 год. Революционные перемены. Приезжают сюда революционеры. Известный такой революционер был Вадим Рутенберг, который был, ну, многие читали про Папа Гапона, который там устроил шествия массовые к царю с призывом, потому что царь-батюшка у нас, мы не против царя-батюшки, но мы против капиталистов, которые у нас, или там эксплуататоров. Вот Вадим Рутенберг шел вместе с Папом Гапоном, а потом он был руководителем революционного комитета эсеров в Петербурге. Один из руководителей, знаете, эсеров – это два вида эсеров. Эсеров – это эсеровская партия буржуазная, это эсеры революционные революционеры, состаристы революционеры. Он был одним из их лидеров. Потом он что-то опомнился, был руководителем боевой организации. Потом он вдруг что-то опомнился, и где-то уже действительно это было все в 1905 году, все эти революционные процессы в России. Все оставил, переехал в Израиль и стал строить, развивать электрическую промышленность в Израиле. Первые электростанции, поскольку он учился до этого на электроинженера в России, вдруг стал сионистом. Это очень-очень интересно. Рутенберг – это его электростанции до сих пор в Федере, одна из крупнейших электростанций. Вот такое как бы… Он тогда отошел вот этого эволюционного движения. Но как бы вот эта связь, она очень интересна, что вот такие люди пришли. Надо было воевать против арабов, против друзов, которые выступали против нас. А кто могли это сделать? Это могли социалисты революционеры. Это могли делать люди, которые набили руку в создании отрядов самообороны против погромщиков, в том же Кишиневе, в Киеве и прочее. Да, к сожалению. То есть это вот такой интересный элемент, приехав сюда, которые никак как бы те же верующие люди на них смотрели. Это вроде бы евреи, они что-то говорят о том, что вот народ Израиля возвращается в страну Израиля, как это предсказано пророками, но они совсем другие люди. То есть если бы приехал мессия на Ишаке, благообразный, с белой бородой, в шляпе, и все его бы признали. Приезжали вот такие, как Вадим Рутенберг. И все это, это как бы, вот тут очень момент напряга. Мы должны все-таки как бы уловить, кто должен быть носителем этой идеи. Если он говорит, что идем в Израиль, там развиваться, это уже не является позитивной революцией? Нет. Вот я вам скажу, это очень сложный, я бы сказал, процесс распознавания спасителя, кто же будет спасителем Израиля. А дело в том, что, как бы, возрождение народа Израиля в стране Израиля, оно, если по большому счету, в классической форме, оно должно носить идею усиления веры, услужения службе. А если этот человек, как раз наоборот, социалист-революционер, не тот человек, да. Понять, что, и признать, что и он может быть носителем этой идеи. И даже сказать так, да, только такие люди и могут начать этот крупный революционный переворот, да, потому что мы не можем это сделать. Мы, скажем, сидим, мы молимся, мучим Тару и все, мы уже не способны сделать. Кто-то должен начать сделать первый шаг, как раз, как бы, не похож на нас. Кто-то не похож на нас. Для этого надо быть очень, как бы, смелым человеком, чтобы сказать, да, этот человек, конечно, не идеальный освободитель, но мы его поддержим, потому что мы пойдем в его фарватере, и мы уже, люди знающие и умеющие, мы потом построим это наше общество, так, как мы считаем. Но когда ломать, да, ломать должен какой-то человек, который к нам не относится. Вот так это, надо понять эту идею. Ну, в любом случае, это, как бы, я наметил тут какое-то противоречие, какое-то, как бы, пришли люди, вроде бы, да, действительно, если мы это, как бы, мы перенесем это на период исхода из Египта. Мошер Абей, да. Ну, он сказал, я пришел от имени Бога. Да. У него и знамение Божие. Все нормально. А если человек говорит для того, чтобы мы вышли из России там, или из Англии, мы должны отказаться от своих институтов религиозных, которые нас задерживают в наше развитие. Это, вроде бы, не тот человек, а тот. Проблема в том, что те, кто принесли с собой идею возвращения в Сион, они отказались от веры. И более того, значит, они были против веры. Это второй момент. Если первый момент – это идея социализма, ну, может быть, надо было начать с того, ведь дело вот чего. Значит, можем представить себе еврейское общество, еврейскую общину конца 19-го, начала 20-го века. Беднота, да, скученность, неразвитость, безграмотность. Скажем, ну, в еврейском плане были грамотны, умели читать, писать, но, как бы, открытости к другим наукам и знаниям, пройти к неразвитости. Только все это носит впечатление какой-то обреченности. Вот это люди, которые живут в прошлом, и они никак не вписываются в новый мир. И беднота, и скученность – все оно пристекает из-за того, что люди держатся за старое. Поэтому, как бы, напрашивается вывод, если я хочу спасти свой народ, я должен отказаться от всего этого, да, я должен уйти из этого. Поэтому уход из Европы, он понимался не только как территориальные переходы, как отказ от старого образа жизни. Как хирургия – это сложно. Да, сложно. Причем, понятно, что люди, которые способны звать к переменам, они, как правило, я бы сказать, люди категорические, которые, как бы, действуют решительно. И, как всегда происходит, с грязной водой выливает ребенка. Поэтому, как бы, в глазах тех, скажем так, клирикальных кругов, которые были в Европе, это были революционеры, которые, на самом деле, что оставалось от идеи веры – просто переселиться в Израиль. Израиль имеет переселиться, если мы хотим принести с собой веру, тару, усиление служения Богу, как сказал Моше. А эти люди совершенно наоборот. Они сказали, из-за того, что мы слушаем всех этих рабинов, которые говорят, сидите здесь, продолжайте учить тару. Пока нас не освободил настоящий освободитель Моше, мы не можем ничего нарушать. Мы должны держаться за это место, за эту, там, я не знаю, Голландию, или, там, Германию, или Литву. Вот, как бы, сюда нас Бог послал, здесь мы будем сидеть, и здесь мы спасемся. Значит, а мы говорим – нет. То есть, не мы, не я, а, как бы, социалисты и сионисты говорили – нет. Вот, как бы, ваше плачевное состояние как раз заключается в том, что вы здесь сидите, и вы никогда отсюда не уйдете, вы здесь все гниете, да. Кончайте все это. Отказывайтесь от этих консервативных настроений, да. Может быть, сохраните какие-то элементы фольклора, да, каких-то национальных моментов, и принесите это и оживите, и начинается новая эпоха возрождения нашего народа на новой земле, с новыми взглядами, с приобщением к всемирной культуре. Это так здорово, это так манит, но, естественно, у тех, кто там, а так более большинство, были люди еще верующие, это вызывает антагонизм. Настолько тонко? Да. Это очень сложный процесс. Так уж, наверное, получилось, что, действительно, вместо того, чтобы произошло снова исход из Египта, под руководством которого какого-то общепризнанного религиозного лидера, или даже, скажем, не общепризнанного, явного религиозного лидера, в отношении которого можно спорить, но в целом понятно, что это крупная личность, которая не нарушает, которая сохраняет основы нашей меры. Вместо этого пришли, как говорили тогда, бритоголовые сионисты, которые больше хотели быть похожими в то время на германских социалистов, на французских социалистов, и, по сути дела, сказали, а какой смысл? Они говорят, мы переселимся сейчас в Израиль, создадим государство. А мы не хотим жить в государстве без тары, без веры. Смысл переселения в Израиль это восхождение нашей веры в полную силу, служение Богу. И надо сказать, что конфликт по-прежнему существует. Известно, что исторические процессы, они медленные. И, как бы, противоречия остаются, и это напряжение остается. Причем, как правило, всегда на уровне лидеров это гораздо проще. Но масса, она не способна это понять. Люди, как правило, живут негативизмом, антагонизмом. Это так естественно, что в массах, для того чтобы, как сказал один Равин, я был в какой-то конференции, можно сказать, различного направления верующих людей. И там идея была, чтобы сблизиться с различными сегментами религиозного общества, научиться уважать друг друга, сожиться вместе с друг другом. И вот такой, как бы, один из представителей, скажем, крикальных, как бы, ригористов, сторонников, как бы, крайнего подхода и полного неприятия каких-то новых идей, он сказал так. Мы, конечно, понимаем, что надо сотрудничать и жить вместе. Мы в этой стране, это все нас объединяет. Он говорит, мы, когда мы воспитываем новое поколение, мы должны у них выработать точные и строгие принципы для того, чтобы они не подали все соблазну. Потому что соблазны, с другой стороны, очень велики. Есть у каждого человека, особенно у молодых людей, соблазн, скажем, в сексуальной области, в области каких-то там недозволенных вещей. Поэтому мы должны научить их полностью разграничиться. В надежде на то, то, что когда они вырастут, они остепенеют, повзрослеют и найдут способ соединиться. Но в начальном уровне мы закладываем четко, осознанно, создаем переграды и строим переграды между различными частями общества. Мы должны сказать, что эти люди неприемлемы совершенно для нас, наши враги, мы их делаем осознанно. Весь вопрос, он так красиво сказал, что со временем люди остепенятся, и когда они вырастают, они начинают понимать, что все не так просто и начинают сглаживать эти границы. Происходит ли это? Нет, это не происходит. Понимаете? Тоже здесь проблема. Что нужно, время? Да, ну это, единственное, время это лекарство. Надо сказать, что первым, первым, скажем, крупным раввином, который я занял новую позицию, это был раб Абрам Исаака Коэнку, который приехал, можно сказать, из России, из Латвии. И он оценил мощность этого движения, секулярного движения. Он сказал, что это как бы первая волна, это какой-то как бы знак начала нового перерождения. Хотя это сложный процесс, но мы должны приветствовать это перерождение как таковое, и с другой стороны, безусловно, стараться сохранить и укрепить то, что есть у нас. Но ни в коем случае не отвергать его, потому что как бы то, что сейчас происходит в еврейском народе, этот процесс, он является действительно предсказанным пророками. Он как бы нам не представляется как бы позитивным, но совершенно очевидно можно указать на различные признаки, которые вам скажут, да, именно так это должно произойти. Вначале как бы надо ломать то, что есть. Всегда возникает опасение, пока ты ломаешь, ты можешь все развалить. Нет, это Божья воля. Первое как бы, первое направление это люди, которые он, этих социалистов и людей неверующих, он их называл злодеями. Есть такое выражение в наибрике Решаим. Называл их злодеями. Они злодеи. Но они делают эту необходимую работу. Как бы они пропахивают первую полосу. Именно, можно сказать, именно такие люди, для того, чтобы создать новое, надо сперва рассчитывать то, что есть. Но это более сложная теория написана. Мощная сила, которая спахивает землю, можно так сказать. Да, да. Спахивает землю. Но он старался постоянно их, поскольку это были на самом деле те же выходцы из России. Их родители, их отцы и деды были раввинами, знающими людьми. Поэтому он всегда искал, и они знали сами эти люди, которые ушли от веры. Они сами воспитывались в Ишивах, они много знали. И он постоянно стал создать мостик для диалога между ними, для общения с ними. И это вызвало большое противоречие у основной части клирикального общества. Его буквально подвергли анафель. Его единственное спасение было в том, что он был крупнейшим мудрецом. И это нельзя было распаривать. И он в смысле святости, исполнения всех законов, он как бы все это исполнял с такой точностью, что можно было только им восхищаться. Понимаете, вот это было как бы очень неожиданное сочетание человека, который с одной стороны понимает процессы с болью, но понимает и объясняет их, а с другой стороны он неперерекаемый религиозный авторитет. То есть в то время люди уже все знали на память. Весь Талмуд, весь Шухана Рух. Он все знал на память. Феномен. Бундеркин. Все знал на память. Поэтому, что бы ни сказал, надо сказать, он больше нас. Он выше нас. И насколько там доходило, что изготавливали бы чучело с его изображением. Мы сжигали его противники. Но это крайние. Всегда есть крайности. И постепенно намечается, что он как бы он был прав. Что постепенно происходит какая-то консолидация общества. Значит, расширение влияния веры. Он объяснил. Это процесс. Сперва пришли люди. И только такие люди, которые были уже далеки от веры, могли сделать этот решающий шаг. Потому что это было так ново, что люди, которые были связаны с идеей, с традицией, они не могли пойти на это. надо было быть чуть дальше для того, чтобы можно было сделать этот первый шаг во мне. Да. Вот. И я думаю, что как бы это просто для того, чтобы начертать какую-то траекторию сближения и перемешивание всего этого. Я как бы, например, я вспоминаю еще, когда я приехал сюда сорок лет назад. Знаете, есть такой район супер-региозный. был там. Был там. Они не признавали иврит. Они говорили, это не еврейский язык, это сионистский синтетический язык. Мы говорим только на идыше. Сейчас, посмотрите, они все говорят на иврите, безусловно, лучше, чем мы с вами, да? И как бы они, сейчас ведь большой, большой как бы, сегмент этого общества учатся в университетах, получая дипломы. Единственное, что как бы создали университеты только для религиозных людей. И профессора, которые там преподают, это те же самые профессора, которые преподают в светских университетах. Но поскольку это, знаете, зарплата, да, и хорошо платят, то они там ничего не рассказывают, они просто преподают чувствую науку. И сколько есть людей, верующих и знающих, которые вместе с тем являются специалистами в своих областях, докторами наук, возможно, чем не профессорами. Но это все, как бы происходит этот длительный, медленный процесс. То, что ожидается, можем сказать, с нашей стороны, это понимание сложности процесса. Я как-то... Быть осторожными? Да, конечно. Уважать всех. Я как-то был в Америке. В субботу угостил у одного раввина. Раввин со шляпой. Все это. Последняя трапеза, его вдруг нет. Я спросил хозяйку, где рано, что с ним случилось, что с ним... Он говорит, не знаешь, он кардиолог, он специалист по операции на сердце в источном избылии. Сам этот раввин, на самом деле он... К тому же, да, раввин, знающий в Америке. Я его спросил потом, почему вы не приезжаете в Израиль? Такие специалисты в Израиле не нужны. Он говорит, когда вот так называемые харейдим будут признавать, что можно работать и можно быть специалистом, не сам, я приеду туда. Потому что если сейчас я приеду, меня придадут анафемы, скажут, как же ты, раввин, ходишь в шляпе, а как же ты, как бы работаешь со всеми другими и работаешь с неверующими людьми. Но сейчас, это было много лет назад, сейчас этот процесс идет. Я помню, моя дочка была в больнице, крупнейшей больнице, Ихилов. Она была, как бы, под наркозом, операция продолжалась в 72 часа, и, значит, чтобы ее вывести из наркоза, значит, ее постепенно снижали дозу. Пришел график, с бородой, такой в черной шляпе, хабат. Я думаю, он здорово, значит, смотри, имеет доступ, вот там, в реанимации, он все. И вдруг, он начинает срывать трубки от нее, вот этой девушки. Я говорю, что он делает? Я говорю, что он делает? Он, он начальник этого реанимационного отделения. Он сказал им, что вы, эта молодая девочка, ему не, им не нужен, ей не нужен этот весь процесс, у нее здоровый организм, чего ее поверьте, этой самой зельем? Снять, все убрать, она сразу, без этого очнется. И так, вот так парадоксально. Но этот процесс, вот этот рабин с молодой, такой всесерьезный, вдруг начинает отключать ее трубки. Я говорю, что он делает? Вот это начальник нашего отделения. Он говорит, что мы неправильно ее подключили, мне это не нужно. как бы, ну это так, здорово это помогло, это было очень хорошо. Вот. Но это процесс очень длительный. И то, что требуется от любого разумного человека, да, понимать, что это занимает время. Сколько это займет, кто его знает. И вот в этом плане я хотел бы сказать еще что-то о новых идеях судебной реформы. Ну, безусловно, это благая весть. Почему? Потому что, на самом деле, никакая не реформа. Никакой революции нет. Просто так получилось, что где-то 30 лет назад, примерно, 20 лет назад, главным судьей Израиля был человек очень, как бы, воинственно настроенный. так называемый Рон Барак, из Литвы, кстати, да. Вот. И он, значит, самочинно, односторонним порядком изменил, как бы, статус Верховного Суда. И присвоил статус Верховного Суда и этому Верховному Суду возможность смешиваться в дела правительства. В общем, сейчас происходит просто регенерация. Это был антидемократический процесс. Вот. Он отражал интересы одного политического направления. Вот. Поэтому сейчас просто происходит и регенерация, и возвращение к нормальному состоянию демократического общества. Многие это понимают. Да. Но, вот это тоже, это, как бы, некоторая сторона, как бы, не имеющая прямого отношения к той теме, о которой мы сейчас говорили. На самом деле, имеет отношение, потому что, поскольку вот эта неограниченная судебная власть. По сути, она была судебная диктатура. Вот. Верховный Суд, Верховный Судья, они все были представителями левой интеллигенции. Да. И они проводили, четко, под знаменем закона, законности, проводили свою идеологию. правительство. Поэтому, как бы, это, как бы, ради сохранения демократии, равенства, очень необходимо вернуться обратно к первым состояниям, когда, как бы, суд не управляет. Есть, у нас есть правительство, есть КНЕСЭТ, да, как в любой нормальном обществе, есть, КНЕСЭТ, это, по сути дела, законодательный орган. Он устанавливает законы, правительство его выполняет. суд может на основании принятых законов следить за тем, чтобы они не нарушались. А суд, этот высший суд, он прислал, прислал себе право вмешиваться и отменять законы. Совершенно не демократический процесс. Поэтому, в целом, и поскольку это касалось преследования верующих людей, преследования веры, да, и, как бы, все эти законы регулировались таким образом, чтобы права религиозного общества ущемлялись и сокращались, то теперь происходит регионализация и восстановление демократического основного общества. Мы, как мы знаем, народ управляет самим собой. Не может быть какого-то высшего органа под названием Верховный суд, который управляет, не будучи выбранным никем, потому что эти судьи назначали сами себя. Они сказали, что они являются, как бы, им принадлежит пререгатива определять, что правильное, что неправильное. Настолько это парадоксально. Вот. И никто не осмеливался выступить против этого. Да. Потому что они связаны с полицией, они связаны с прокуратурой, со всей этой судебной системой. Это огромная сила, потрясающая сила. И вот сейчас это, как бы, то, что сейчас происходит, это непростой процесс. Потому что та же самая прокуратура, она полностью пронизана и этими людьми, этого Верховного суда. Вся судебная система, полиция, явная. На самом деле, мы переживаем какую-то революцию. Да. Хотя, в какой-то степени революция это возвращение к демократическим принципам, но в целом, как глубокий процесс, это революция. И она очень положительная. Потому что это, как бы, революция демократическая. Народ выбирает своих представителей в парламент, в Кнессет. Парламент признан для того, чтобы устанавливать законы. Ну, конечно, там есть какие-то юрискосы, которые, как бы, умеют формулировать законы, умеют сказать, как бы, какие законы не противоречат один другому. Но это все задачи для специалистов. Это верно. Там их место. Но законы устанавливает представители народа, которые выбраны на демократической основе путем выборов. И никак не иначе. Поэтому, как бы, в целом, это возвращение, скажем, в какой степени это отвечает интересам религии? Никакой вроде бы. Просто восстановление демократических норм, управление государством. Ничего здесь не происходит. И поэтому весь этот шум, который подняли вокруг этого, ну, просто потому что эти круги, они имеют большое влияние в средствах массовой информации. Ну, и не только у нас. Как вы знаете, левая интеллигенция во всем мире управляет средствами массовой информации и влияет на общественное сознание. Ну, понятно, потому что, когда они теряют возможность управлять обществом и диктовать им свои, как бы, свои взгляды, они поднимают большой шум. Ну, это, как бы, это процесс очень хороший, оздоровляющий. В какой степени он продвинет интересы веры. Я, как верующий человек, был больше наследующий. Я не знаю. В любом случае, как бы, демократия, отражение воли народа, это уже хорошо. Что из этого получится? Ну, наверное, это будет все хорошее. Если не будут ущемлять интересы одного, как бы, группы общества, во имя каких-то идей чуждых этому обществу, не вижу ничего проблематичного.